Приветствую вас. Я думаю, что для начала хочется сказать, что у вашего брата есть совершенно адективное отношение к вам, в том смысле, что его желание воспринизить, на мой взгляд, связано с шито-фрейдовским таким автодоксальным, архаичным подходом к вам. То есть так он маскирует свое к вам влечение. То есть вот с точки зрения психоанализа, с точки зрения именно психоаналитической теории, когда братья, ну вот родные братья и сестры друг другу в ссоре, так они маскируют свое влечение, которое, естественно, опять же по психоаналитической теории возникает между людьми. То есть вот брат и сестры, они вместе, они вместе живут, они вместе как бы взрослеют, и у них, естественно, возникает друг к другу влечение, в том числе и половое влечение, которое является, ну, нормальным, потому что это, по сути, первый, так сказать, сексуальный объект. И, возможно, ваш брат, в силу того, что он недостаточно зрелый, как личность, это просто как данность, что ваш брат, он недостаточно именно зрел, как личность, так сказать, у него недостаточно формирование личности, потому что оно не закончилось, вот. Он, возможно, просто остался еще на этой вот стадии, такой адективной немножко, которую, например, вы уже давно прошли, или который любой другой человек, да, ее попрошел. Я понимаю, что звучит это не очень приятно, я понимаю, что звучит это не очень хорошо, и я не буду говорить о том, что это правда на сто процентов. Вот, также я не буду говорить о том, что это истина в последней инстанции, вот. На мой взгляд, это не может быть истиной в последней инстанции, потому что существуют еще и другие аспекты, о которых я тоже скажу. Скажи, но пока что, это то, что я хотел бы осветить. Дальше. Дальше. Ваш брат, он такое впечатление, что с вами конкурирует. То есть, у него, вот, есть какое-то, вот, желание с вами конкурировать. Он пытается вас, как-то, вот, постоянно принизить, да. Пытается вас постоянно, особенно на или нет задеть. Потому что у него возникает чувство соперничества с вами. И это связано, опять, с его личностной незрелостью, с тем, что он недостаточно уверен в себе. Потому что, когда человек в себе уверен, ну, в таких, эм, такой реакции, да, такой необходимости, ну, по факту, не возникает. А у него возникает, и, соответственно, это говорит о том, что он не уверен в себе. Что касается вас, то у меня сложилось, эм, такое впечатление, что вы, эм, вот, вообще находитесь в очень-очень жестком отрыве от своего эмоционального мира, от своего чувственного мира, от своих чувств. Вот. И вы вообще отказываетесь допускать в себя свои чувства, вы отказываетесь допускать свои эмоции, вы отказываетесь их проявлять, вы отказываетесь быть слабой, вы отказываетесь доносить их до людей. Причем, хочу, чтобы вы поняли меня правильно, я вас не обвиняю, просто я говорю о том, что вот, ну, ситуация выглядит так, что вы обесцениваете свои чувства, да, обесцениваете свои желания, обесцениваете то, что вам важно, то, что вам хочется, вот, и, соответственно, это может быть тоже причиной всех ваших трудностей, а, с другой стороны, с другой стороны, все, что делает ваш брат, раскрывает некие ваши противоречия, некие ваши трудности и так далее, и, в некотором смысле, брат здесь ни при чем, причем здесь ваше восприятие себя, то, как вы себя в себя воспринимаете. И я думаю, что этот момент ни в коем случае нельзя исключать, ни в коем случае нельзя этот момент игнорировать, потому что если есть какие-то ваши проблемы, какие-то ваши ваши трудности, то за них ответственны только вы, за них не ответственны, например, ваш брат, который просто своим поведением решает какие-то свои проблемы, вот, а вас это задевает в силу того, что есть проблемы у вас. Знаете, какая штука? Обратите внимание, что и вы, и ваш брат, в принципе, одиноки, одиноки. То есть вы не описываете, сколько вам лет, вы не пишете, сколько вам лет, но обратите внимание иногда на то, что вы оба одиноки. Вот. И я, ну вот, честно говоря, не думаю, я не склонен считать, что это случайность, к сожалению, я больше склонен считать, что это закономерно, то что и вы, и он одиноки. Вот. Соответственно, сейчас я прочитаю ваш текст, я его уже прочитал один раз, прочитаю сейчас еще раз, и буду давать какие-то комментарии. И так, не веряя в себя, хищевые, а здесь сразу хочется отметить следующее, что верить в себя не нужно, потому что вера это что-то, что, ну, принимается за истину, просто. То есть, ну, не важно, есть это или нет, это еще нужно доказать, а лучше заказывать и не нужно. Ну, вот вера это то, что принимает за истину вещи, доказательства, которых совершенно не обязательно. Вот. Поэтому вера в себя это очень зыбкое основание для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Очень зыбкое основание для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому здесь сразу хочется сказать, что вы выбрали, ну, такой деструктивный путь. Полное отчаяние. Отчаяние это тупик. Там, это такое вот тупиковое ощущение, когда понимаешь, что выхода нет. Существует так называемая психологическая игра в тупик. Вы можете прочитать о ней в интернете, я сейчас говорить не буду про нее. Вот. Ну и соответственно, интересует ваше мнение. Это какая штука. Мнение это очень такое, ну, я бы сказал, очень удобное, удобное понятие. То есть, сейчас вы хотите услышать наше мнение. И вроде бы все хорошо. Хорошо, что вы хотите вроде бы услышать наше мнение. Но, вы всегда можете сказать, что это всего лишь мнение. То есть, понимаете, мнение не совсем то, что вам нужно. Вам нужно не мнение. Вам скорее, вам скорее нужно, нужна помощь. Вам нужна помощь, в том числе, по личностному росту, которого вам не хватает. В том числе, по принятию себя. В том числе, по решению вопросов, ваших желаний, потребностей. Но не мнение, которое может что-то дать, а может не дать, в общем, ничего. Вам. То есть, это зависит исключительно от случайных факторов, которые могут быть, а могут случиться, а могут и не случиться. Понимаете. Дальше. Значит, мой брат, в то время, что мы сидели вместе и сейчас снова живем, всегда критиковал меня и критикуют. Смотрите. Какая штука. Это не критика. То, что происходит. Критика, это немножко другое. Ваш брат, он вас унижает. Ваш брат вас принижает. Критика, критика, это немножечко не то. Не то. Абсолютно. Критика, даже если она не конструктивна, да, даже если она деструктивна, критика, всегда направлена на объективные факторы. Ваш брат говорит абсолютно о необъективных факторах, об абсолютно субъективных факторах, которые он преподносил как объективных. То есть, происходит, по сути, отмена понятий. Поэтому это не критика. У вас не совсем верное понимание именно критики. Первое. Второе. Я знаю, что вы об этом уже писали, по сути, весь ваш текст об этом. Но я все же спрошу, вот почему вы считаете, что брат ваш, например, должен, к примеру, перестать вас критиковать? То есть, такое ощущение, что вы ждете, что он не будет критиковать вас. Вы ждете такое впечатление, что он перестанет это делать. Вы не воспринимаете, несмотря на то, что это происходит все время, поведение своего брата, как что-то естественное и нормальное. Для него, понятное дело, для него, не для вас, для него. Вот. И такое ощущение, что вы постоянно ждете, что брат, то есть, по факту, вы отказываетесь его принять таким, какой он есть. Но при этом, ожидаете от него, что он примет вас такой, какая вы есть. Тут вот, деликатный момент, момент. Следующее. Что конкретно задевает вас в его критике? Опять же, я понимаю, что вы об этом писали, но хочу у вас еще раз это спросить. Что конкретно вызывает вас, задевает вас в его критике? Обратите внимание на свои чувства, которые возникают. Проследите за этими чувствами дальше, дальше, и возьмите ответственность за них на себя. Не брат, а вы. Дальше. Постоянно что-то не так со мной. Это часть его характера. Неправда, вы так не считаете. Губни души. Тычил мне когда-то, что я слишком толстый, я стал бояться гучить при нем. Смотрите. Он тычил, вы стали бояться. Он тычил, это его ответственность, вы стали бояться, это ответственность ваша, но вы в своей ответственности вы прикладываете, свою ответственность вы прикладываете на него. Вы стали бояться при нем гучить. Это исключительно и только ваша ответственность. Не брат, а ваша. Да, брат тычил, понятно, но видимо он тычил куда надо. Понимаете, видимо он куда надо тычил, раз вы и начали бояться при нем есть. Вопрос заключается в том, что послужило причиной именно вашего страха. Не брат, а вашего. Он всегда подчеркивал и подчеркивает мои недостатки. А у человека, вот скажите пожалуйста, они вообще бывают недостатки-то? То есть, есть ли такие люди, у которых недостатков нет? Я положу, что таких людей нет. Если нет людей, у которых нет недостатков, то есть все люди имеют недостатки, то недостатки это что-то естественное для человека. Можно ли считать что-то неестественным для человека, негативным? Попрос к вам. Я знаю, что я не его женский типаж. О! Интересный момент. Я знаю, что я не его женский типаж. Не застите пожалуйста меня за человека, который выцепляет какие-то вещи для подтверждения своей теории, но... Как у вас пришла, как вам пришла в голову мысль о том, что вы не его женский типаж, если вы его сестра? То есть, понимаете, если вы его сестра, то никакого женского типажа не может быть в принципе. Ведь вы сестра. Вы не женщина для него. Вы именно что сестра. Сестра это просто сестра. Это не женщина, не друг, не товарищ, хотя дружеские отношения могут быть. Это именно сестра. Причем, как я понимаю, родна. Так о каком же женском типаже идет речь? Интересно, правда? Я могу допустить. Чтобы вы сразу понимали. Я могу допустить ваши чувства к нему. Я могу допустить чувства брата к вам. Какое-то влечение там зажатое и так далее. Я могу это допустить. Я могу допустить, что именно потому, что он говорит, что такие девочки как вы. Хорошо годятся для постели. У него это самое влечение к вам есть. Я могу это понять. И могу это принять. Я не вижу в этом ничего преступного. Главное, чтобы когда-то следы не появлялись дети. Но я в этом ничего преступного не вижу. Остается вопрос. Насколько осознанно вы воспринимаете вот этот концепт? Или хотя бы это возможно. Дальше. Я не стремлюсь им быть. Ну как же не стремитесь, если вы боялись кушать при нем. Я такая гагаист, не худая, нормальная, упрямая, вспыльчивая, очень эмоциональная, у меня сильный характер. Слушайте, ну, очень много здесь, конечно, вы наговорили, потому что можно обсудить, да. Не худая, это оценка. Худой толстый, это оценка. Нормальная, это тоже оценка, потому что такое норма. Упрямая, да, упрямая, это характер, это, ну, проявление, это жертва характера, но упрямость в то же время это защита. То есть это не гибкость, это догматичность в некоторых обсуждениях. Вспыльчивая. Вспыльчивость бывает разная. Бывают вспыльчивые просто темпераменты, как, например, вот, допустим, латиноамериканцы, да, или там, ну, мексиканцы, в принципе, одно и то же. Вот, то есть люди вот такого типа, они вспыльчивые просто по своей природе, они такие темпераментные очень люди. Вот. Но есть вспыльчивость, когда человек подавляет свои эмоции, когда он это делает, например, постоянно. Человек постоянно подавляет свои эмоции, они у него копятся, и из-за того, что они у него копятся, человек может вспыхнуть, как спичка. И вот эта вспыльчивость уже не является чувствовой характером. Эта вспыльчивость является, скорее, проблемой. Очень эмоционально. Эмоциональность, то есть чувствительность, также говорит о том, что чувства в вас находятся в дамбе. То есть вы постоянно их сдерживаете, а потом они как-то прерывают. И вы постоянно пытаетесь контролировать свои чувства, опасаясь, что они принесут какой-то вред. Дальше. У меня сильный характер. Ну, что такое сильный характер, что такое слабый характер, я, наверное, говорить сейчас не буду. Скажу просто, что характер, любой характер, это некая космос и негибкость человека. Вот. С точки зрения психологии. А ему не наоборот нравятся тики, девушки спокойные и послушные, сдержанные. У меня характер строптивый, я это знаю. И вот, казалось бы, какая разница, какие девушки нравятся, казалось бы. Почему вы пишете, что ему нравятся девочки тики, спокойные, у меня характер строптивый, я это знаю. Как это связано здесь? Если вы брат и сестра. Знаете, вот у меня, у меня такое ощущение, что, что ему понравится ходить, серьезно. Причем, при этом, я не лично достоинств перечислять не буду, но их хватает. Ну, было бы неплохо, если бы вы перечислили, потому что себя вы описали. Причем, описали вы больше в негативном ключе, а позитивных моментов не описали. Ну, было бы здорово, если бы написали. А он неоднократно делал мне больно, даже не заметив этого. Ну, вот смотрите, да, здесь у вас позиция жертвы. То есть, типа, он мне сделал больно. Он... То есть, не я ощутила боль. Не я, эээ... Не... Не... Подумала, не захотела... Эээ... Поисследовать... Причину... Боли. Да, не я, нет. Это он мне сделал больно. Он виноват. Он агрессор. Вот. Здесь хотелось бы вам порекомендовать в треугольниках Карпмана. Последний раз, когда мы просто разговаривали про взаимоотношения мужчин и женщин, Казалось бы. Казалось бы. Два взрослых человека. Это я еще раз повторюсь, исключительно в контексте вот того, что вы описали. Эээ... Говорю. Само по себе это немножечко другое отношение имеет. Эээ... Два взрослых человека. Друг с другом. Разговаривают о взаимоотношениях мужчины и женщины. Сестра и брат. Ммм... Не странно ли это? Дальше. Идем. Эээ... Эээ... То, что как раз таки является его субъективным мнением. Что это его субъективная позиция. Это может быть то, чего хочет он. Но в реальности это отношение особо не имеет. Жениться краснопослушник, а спят с другими, и если он так делать не хочет, то выберет послушного. Ну, знаете, на самом деле, эээ... Может быть он и сделает так, может быть он так и сделает. Но то, что он хочет спать с одной и виниться на другую, это факт. Иначе я бы не говорил об этом. Что касается того, что женятся на послушных, а спят с другими. Вы знаете, это очень субъективная позиция. Опять же, очень субъективная позиция. Потому что... Ну вот... Для него это так. Для другого мужчины, например, Эээ... Жить с послушной. Ну, именно вот, жениться на послушной. Было бы сильно скучно. Просто скучно было бы. Поэтому... Эээ... Дальше. Это было после того, как он проснул налить ему чай. Я пила кофе. Сказал, сделаю, сделаю его. Допив кофе. Выпила кофе. Назал чай. Сказал, что не нужна жена, которой нужно по действительности что-то говорить. Ну вот, опять же, вопрос. Да... Сказалось бы. Причем здесь жена, если вы его стра? Как бы... Ну вот. Она должна быть послушной. Делать все с первого раза. Ну то, смотрите. Здесь либо у мужчины очень серьезный конфликт. Да? Эээ... Со становлением... Эээ... Себя. Как женщины. Ой, как мужчины. Простите. Как мужчины. Эээ... Либо... То, о чем я говорил. Мне стало очень обидно и больно. Смотрите. Обида это ожидание. Это ожидание чего-то другого. Вопрос в том, почему вы чего-то ожидали. На чем основываются ваши ожидания. А боль это, соответственно, то, что вас... То, что вас задело. Задело вас именно то, что вы... Эээ... Себя по сути не принимаете. Ну, не принимаете. То, что вы не принимаете себя до конца. До конца. До конца. Эээ... Дальше. Я ушла к себе не подав виду. А почему не подав виду? Ведь это ваши чувства. Вы могли бы их выразить. И другое дело в том, чтобы выразить их... Эээ... Правильно. Дальше. Я знаю, что я далеко не послушный, не мягкий. Но зачем было подчеркивать, что такие девочки, но не только для постели. Вас это треводит. Вас треводит то, что вы сами считаете, что такие девочки, но не только для постели. Эээ... Мне стало вдвойне обиднее, поскольку я понимаю, что в нашей культуре, да и, видимо, везде, мужчины действительно женятся только ради удобства. Я все больше убеждена, что им краски. Такая кроткая жена и нужна. А вы хотите быть женой? Зачем? Зачем вы хотите быть женой? Для чего вы хотите быть женой? Это первое. Ну, какое для вас это имеет значение? Второе. Ммм... Почему вы, судя по брату, делаете вывод обо всех мужчинах? Ааа... Дальше. Если у девушки не мягкий характер, она обречена на одиночество? Нет. Одиночество находится только в сознании человека. То есть одиночество, это не принятие себя. Оно никак не связано с характером. Выходит, что выйти замуж не нужно ломать себя? Нет. Ломать себя не нужно. Но вопрос заключается в том, для чего вам замужество. Замужество. Как правило, замужество в данном, ну вот, в подобных случаях, является костылем для решения своих внутренних противоречий. И, соответственно, это поражает определенные ожидания замужества, определенную образность замужества. И когда реальная жизнь начинает не совпадать с этим, возникают еще большие проблемы. Как мне дать ему понять, что меня ранят его колкие замечания? Просто сказать, выразить свои чувства и все. Выразить просто свои чувства. Знаешь, мне очень обидно там и так далее, и так далее, и так далее. Зачем каждый раз подчеркивать, что я плохая? Ну, об этом я уже говорил неоднократно. Я у него вечно ленивая, толстая и эфиричная обижена. Все, какие можно недостатки, все это очень подчеркивает, мои доценки не замечают. Для чего-то ему нужно вас принижать. Причем он это делает очень точно, что вы с ним в глубине души соглашаетесь, очевидно. Больше меня волнует вопрос взаимоотношений. Неужели нет мужчин, которым нравились бы такие девочки, как я? Ну, это вы, опять же, сомневаетесь в своей ценности, вы сомневаетесь в своей нужности, вот, и самое главное, что вы очень ориентированы именно на создание отношений, потому что через отношения вы хотите что-то для себя получить. Зачем он меня принижает? Об этом я тоже уже говорил. Я и так принижаю, хоть и не показываю, что я одинок. А почему вы не показываете? Если вы чувствуете себя одинокой, значит, вы, опять же, себя не принимаете. Вам с собой некомфортно, вам самой себя недостаточно. Вы не чувствуете своей ценности и с этим нужно работать. В противном случае отношения для вас приобретают элемент зависимости. Очень хочется, чтобы рядом был любимый мужчина. Зачем? Зачем? Я скажу зачем? Зачем? Чтобы переложить на него ответственность за себя, как сейчас вы перекладываете ответственность на обратном. А он еще и каждый раз сознательно и бессознательно понижает мою самооценку, которая и так уже ниже, чем можно представить. Я вам открыл небольшой секрет и скажу, что самооценку не может понизить или повысить никто из людей. Это может сделать только сам человек. И дело не братья, а в том, как вы себя воспринимаете. С этим нужно работать, чтобы никакие позиции других людей, никакие высказывания других людей наладиваться на оценку не влияли. В каждый раз после таких замечаний я еще глубже уходю в себя, еще больше комплексую и теряю веру в себя. Ну про веру я уже сказал, а про то, что вы еще глубже уходите в себя и еще больше комплексуете, здесь я сказал, здесь я хотел бы отметить, что дело не братья, а в продолжающемся непринятии себя в амб. Брат просто катализатор. Мне всегда казалось, что близкие наоборот должны поддерживать нас. Ну вот видите, это идеализированные ожидания. Близкие могут поддерживать, но не должны. Вы же пишите, что должны. Подскажите, как мне реагировать на все это менее болезненно? Нужно работать с восприятием себя, со своими чувствами и более грамотно, аутентично выразять свои эмоции, брат. Я очень чувствительный человек обидчивый. Чувствительность это означает, что вас очень многое задевает, связанное это с отсутствием восприимчивой картины себя. А обидчивость связана с ожиданиями. У вас очень много ожиданий от других людей. С этим тоже нужно работать, потому что в основе ожиданий лежат желания. Если вы за это желание возьмете ответственность, то, соответственно, обидчивое обидство будет совпадать. Мне трудно не принимать близко к сердцу все эти слова и замечания. Ну, если вы принимаете это близко к сердцу, значит, вы считаете, что это правда. Соответственно, с этой правдой нужно что-то делать, либо принимать, либо менять. А вы этого ни того, ни другого делать не хотите. Ага, просто прикладываете ответственность направо. Дополню, я не выключил вот такой уж закомплексованной, заниженной самооценкой. Я даже близким стараюсь не показывать свои комплексы и при желании держу все в себе. Это ошибка, потому что держав все в себе, вы не являетесь естественной, не являетесь настоящей. Пытаюсь казаться сильной, но иногда устаю, бывает действительно больно. Ну, зачем казаться стойким, вы не являетесь. Ничего, для чего. Устаю. От чего устаете? Бывает действительно больно. Опять же, от чего вам больно? И всем за всем состоит боль. То есть, как это, что представляет от себя боль? Боль – это просто боль. Ну, что болит-то? Хочу отметить, что и был период в нашей семье, когда была мягкой, тогда меня считали в нашей семье соплей, бесхарактерной, в том числе и мой брат. Да какая разница, кто какой вас считает. Вопрос в том, почему вы сами такой были. Теперь я стал работать, у меня стал жесткий характер. Это интересно. То есть, работа повлияла на характер. Получается. Теперь я для него не слишком мягкая, хотя внутри меня все эти качества все еще есть. Я просто их спрятал, ведь их не ценили. Во-первых, вы пишите, я теперь для него не слишком мягкая. Какая разница, какая вы для него? Во-вторых, внутри эти качества есть. Так демонстрируйте их, что мешает? Что мешает? Вот что мешает вам их демонстрировать? Какие препятствия есть на пути? Я просто их спрятал, ведь их не ценили. Слушайте, а качества нужно демонстрировать только те, которые ценят? Вот в чем здесь логика наша? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.